Жилой комплекс комфорт-класса «Георгиевский». Территория благоустройства более одного гектара. Безопасность обеспечивается системой контроля доступа и наличием службы консьержа. Жилой комплекс «Георгиевский». Современный, надежный, твой. Здравствуйте! Высота 102 на Первом Волгоградском канале. События дня. В Волгограде улица Южноукраинская от Дзержинского района стала местом слива жидких отходов. Кроху сбежавшую из детского сада из-под надзора 75-летней воспитательницы сотрудники полиции вернули родителям. В Волжском чиновники проверили состояние общежития, в котором царит разруха, и антисанитарии посчитали его пригодным для проживания. Высота 102 встретила в трамвае главу Волгограда, променявшего служебную машину на общественный транспорт. Глава Волгограда действительно ездит на работу на трамвае. В том, что появившиеся в социальных сетях фотографии Андрея Косолапова в общественном транспорте, не работая его пресс-службы, журналисты Высота 102 убедились во время подготовки материала о работе городского общественного транспорта, когда проводили опрос пассажиров скоростного трамвая. Среди них оказался и глава города. Я живу достаточно давно периодически, но получается где-то раза три в неделю в среднем. Бывает, что и пять дней в неделю. Достаточно удобно, тем более я живу далеко достаточно. Из тракторного добраться до центра города на скоростном трамвае получается в два раза быстрее, чем на машине, потому что первый продольный стоит. А если у меня день спланирован, что в течение рабочего дня я не выезжаю никуда, то есть практически в шаговой доступности, то я предпочитаю городской муниципальный транспорт. Что подслушал глава города в общественном транспорте? Как городские власти будут бороться с пробками? Когда в городе начнется ремонт дорог? И будет ли решена проблема парковок? Об этом и другом в итоговой информационной программе на Высоте 102 в воскресенье. В Волгограде, в Зижинском районе, на улице Южноукраинской, жители, сотрудники близлежащих учреждений, члены гаражного кооператива «Мотостроитель» уже долгое время ежедневно наблюдают несанкционированный сброс жидких отходов в люк ливневой канализации. Осуществляются регулярные сливы стоков, не стоков, а от ассистенционных отходов в ливневую канализацию. Вонь стоит невозможная. И мы многократно обращались в различные станции и звонили в администрацию, звонили в милицию. В день точно сливается одна-две машины. Это часто очень. Ну, просто безобразие. Мы уже звонили и в 0-2 звонили, предупреждали. Они сказали, заблокируйте и ждите нас. То есть я должен поставить свою машину и ждать их. Каждый день сливается по одной, две, три машины. Свидетели несанкционированного сброса отходов передали высоте 102 многочисленные фотографии машин, которые регулярно навещают улицу Южноукраинскую со своим ароматным грозом. Высота 102 будет следить за ситуацией. Инспекция госжилнадзора Волгоградской области по итогам проверки состояния общежития в Волжском по адресу Пушкина, 30, на которое жаловались его жильцы, посчитала здание вполне пригодным для проживания. Сегодня жильцы этого дома рассказали высоте 102, что в их общежитии, судя по содержанию ответа чиновников, все идеально. В формулировке госжилнадзора в письме жильцам практически слово в слово повторил Комитет по обеспечению жизнедеятельности города Волжского. Там тоже не нашли каких-либо нарушений после проверки состояния общедомового имущества в общежитии. Напомним, высота 102 месяц назад рассказывала о том, что обитатели общежития остались один на один с разрухой и антисанитарией. Тогда представитель управляющей компании «Жилгарантсервис» заявил, что компания отказывается от управления этим домом из-за больших долгов по коммунальной плате. Все подробности на высоте 102. Родители, пропавшие накануне из детского сада, а затем найденные 4-летней девочки, поблагодарили сотрудников полиции. Поднятый по тревоге личный состав искал кроху по всему Красноармейскому району. Полицейские обнаружили ребенка в подъезде общежития. Выяснилось, что воспитанница дошкольного учреждения самостоятельно преодолела несколько сотен метров. Свой поступок малышка, конечно, никак не объяснила. Известно, что она покинула территорию группы детского сада, в которой всего 15 детей через проем в заборе. За детьми следила 75-летняя воспитательница. И когда она уже завела дошколя с прогулки в помещение, выяснилось, что одной девочки нет. Проводится проверка и решается вопрос об ответственности сотрудников детского сада. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин